Добрый вечер, магнитогорск! Добрый вечер, магнитогорцы! В эфире «Времечка» в студии я, Елена Ткач, наш телефон 3555-00. Каждое лето в России отмечают День Семьи и Верности и Любви. Но надо сказать, что этот праздник появился не так давно и является российским аналогом Дня Влюбленных. И несмотря на то, что мы его все-таки можем назвать пока еще только молодым, мне кажется, что он очень активно включается в нашу действительность и становится уже частью нашей жизни. 5 июля в притяжении состоится праздник, посвященный предстоящему Дню Семьи, Любви и Верности. И название у него очень красивое – «С любви» и все начинается. Вот сегодня мы будем задавать вопрос, с чего начался именно этот праздник. Голос, как его организовали у нас в студии. Татьяна Тихановская, менеджер по работе с партнерами фонда «Металлург» и, соответственно, один из команды людей, причастных к этому празднику. И Владимир Пьянкин, благотворитель фонда «Металлург» и тоже человек команды, скажем так, организатор, один из организаторов праздника. Здравствуйте! 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 Вопрос тогда, с чего все началось? С любви. Всего начинается с любви. Ну да, ровно три года назад, как раз когда вышел, подписан был указ президентом о праздновании этого мероприятия официально, мы как раз собрались и подумали, что нужно сделать какой-то такой праздник, который будет объединять семьи, не только детей, но все семьи. И мы очень долго думали, рождались разные варианты, спортивную тематику и так далее. И решили сделать праздник с разными локациями, с разными мероприятиями. То есть это в одно время, в одном месте, где могут семьи собраться и провести очень приятное время. Мы в тот момент обратились к Владимиру Пьянкину с вопросом о поддержке, на что Владимир очень тепло и с радушием нас встретил, поддержал и дал такую уверенность в этом празднике, для создания этого праздника. И вот уже третий год, то есть в 22-м и 23-м году мы праздновали в Лукоморье, в парке Лукоморье. В этом году этот праздник состоится на территории парка Притяжение, у зоны амфитеатра, сцены, у воды. Поэтому так вот получилось. Спасибо большое нашему. Владимир, да, подключайтесь. Какой аргумент прозвучал, который вас убедил, и вы решили, да, я хочу стать частью этого праздника? Ну, наверное, все-таки само название «С любви» все начинается. Ко всему надо относиться, наверное, с любовью. К людям с любовью, к жизни с любовью, ну и, конечно, к своей работе. И создавать подобные проекты. Он мне даже напоминает больше не праздник, а как такой семейный фестиваль, где и дети, и взрослые могут найти для себя развлечения. То есть это и концертная программа, и активности. То есть при разработке мы учитывали абсолютно все возраста для того, чтобы учесть, наверное, интересы каждого. Ну, а семья, наверное, это основа основ, мы же все это понимаем. Ну, и как не в Магнитогорске развивать именно это направление, да, и это действительно у нас с Татьяной стало доброй традицией ежегодно встречаться на празднике семьи, любви и верности. И очень хорошо, что многие партнеры, которые тоже являются благотворительными фондами, активно поддерживают это течение и тоже активно принимают участие в этом глобальном событии, которое мы в июле, в самом начале июля запускаем вместе с благотворительным фондом «Металлург». С одной стороны, все очевидно, да, в самом названии праздника как-то заложенный смысл, да, и, понятно, направление работы, день любви, день семьи прежде всего, да, потом у нас любви и верности. А с другой стороны, вот мне кажется, вам как организаторам было непросто, потому что нужно что-то создать, ну, скажем так, несколько иное, да, потому что, ну, много праздников, и организовывается у нас много, и в городе проводится. А здесь такая вот, она должна быть все-таки, ну, некий такой вот прям, ну, продукт, другой, эксклюзив. Насколько было сложно или легко работать, скажем так, над созданием сценария вообще, вот над направлением в работе в этой? Ну, это, наверное, ближе к вопросу ко мне, да, Танис? Да, давайте тогда давайте. Профессионалы. Да, здесь дело, конечно, в том, что мы, конечно, стараемся концепт каждый раз менять, максимально учитывать потребности не только нашего населения, но и, конечно, гостей, которые приходят к нам, ну, и партнеров все-таки, они что же принимают участие, вот, и важно, наверное, здесь сделать максимально обширным праздник, потому что к нам приходит огромное количество детей, их родителей, не создавать какую-то толпучку, понимаете, распределить силы так, чтобы каждый нашел вот именно в это время, когда проводятся мероприятия, себе какое-то развлечение, да, ну, и поставить красивую финальную точку. Ну, мы это делаем либо там пенной вечеринкой, пенной дискотекой, либо розыгрышем призов от наших партнеров, вот. Вот здесь нужно грамотно подходить, и мы же все-таки отталкиваемся от того, кто изъявил желание принять участие, да, и как-то грамотно в этот концепт влить, понимаете, партнера, да, бы он сам реализовался в этом проекте. И, наверное, все-таки это концептуально смотрелось красиво на сцене, понимаете. То есть мы начинаем всегда с официальных лиц, то есть официальные лица нас должны поздравить, да. А дальше у нас идет концертная программа, развлекательные локации, мастер-классы для детей, и заканчивается там, допустим, пенная дискотека, где дети и их родители могут действительно поиграть с пеной. Тем более сейчас погода нам, слава Богу, благоволит неделю назад. Да, 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 особенно по сравнению с прошлой неделей, да, я думаю, что тут, наверное, слава всем Богам. Скажите, Татьяна, ну, как бы то ни было, мы когда говорим, да, у нас везде звучит фонд «Металлорг». То есть это такой базис, да, это такая основа, на которой вот как бы уже вот тут можно накручивать концепт, но это легко, да, когда есть у нас все-таки основа основа. Вот о работе фонда и, наверное, о важности вообще, вот направление работы с семьей, потому что это тоже очень важная сторона работы нашей. Наш фонд, благотворительный фонд «Металлорг» является одним из самых крупных в нашем регионе. Нам в 23-м году мы отметили 35-летие, то есть большой стаж, это большая группа профессионалов, более 90 человек работают в фонде. И, конечно же, очень много-много лет наша деятельность связана напрямую с семьями, с продвижением и семейных традиций. Конечно же, так как наш город является металлургическим, и каждый второй житель прямо или косвенно связан с металлургией, и нас поддерживают более 30 промышленных предприятий во главе, которые это предприятия по ОММК, тем не менее мы поддерживаем и других граждан, их семьи, людей, то есть тружеников, ветеранов, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, по потере корнилистов, то есть очень много различных градаций. Поэтому вот этот праздник объединяет эти семьи, продвигает какие-то ценности семейные, потому что это напрямую связано с деятельностью фонда. Насколько вы готовы как организаторы? Ну, притяжение, оно оправдывает же свое название, да? То есть людей очень-очень много, и они будут подключаться к празднику. То есть вопрос такой, смотрите, это все-таки такое действие для ваших, скажем так, опекаемых, или это, в принципе, для всех людей, кто будет проходить мимо, подключаться, включаться? То есть мы вот зрители сейчас, нам умеют смысл звать? Конечно же, это в первую очередь для жителей города Магнитогорска. Мы приглашаем всех, всех желающих приходить своими семьями, с детьми, с бабушками, дедушками. Ну и, конечно же, этот анонс, эту афишу видят все подопечные нашего фонда. Конечно же, мы приглашаем их. Поэтому здесь нет никакой градации, кому можно, кому нельзя. Этот праздник абсолютно для всех. То есть вы готовы выдерживать? Конечно, конечно. Интерес, скажем так, великий. Очень много интересных локаций, как для детей, так и для взрослых. То есть мы никого не обидим. Я думаю, будет интересно всем. Начиная с мастер-классов будут участвовать и художники-портретисты, ярмарка Head May. И нас поддержали спортивные некоммерческие организации. Ну, я уже не говорю о концертной программе, которая будет на сцене. Можно ли сказать, что это некие, скажем, ну, то есть, смотрите, два года в Лукоморе было, да? Да. Тоже большая площадка, интересная, да, и она такая тоже, в ней есть такие интересные какие-то места, да, где-то более защищенные, где-то открытые площадки. Притяжение, оно, как бы, тоже немножко по-другому, наверное, да, дает вам другой, скажем, такой разворот в это мероприятие. Ну, смотрите, каждая площадка имеет, конечно, свои особенности. И любой сценарий и концепт мероприятия, исходя, конечно, из площадки, да, создается из ресурсов, наверное, скорее всего, площадки. Ну, если вы говорите о притяжении, если завтра сами побываете на празднике, увидите, что притяжение сработало. Сработало, да. Да, это сто процентов, потому что мы ждем большое количество гостей, и я уверен, что они придут к нам, потому что мы действительно разработали очень интересную программу, поэтому все оценят ее обязательно по достоинству. Поэтому ждем всех завтра в притяжении. Я видела сценарий, и там есть номинации, да, номинации семей, которые победили, ну, в каких-либо направлениях, да, в каких-либо номинациях. Что предваряло, был ли конкурс, да, кто его участники, сколько, вот, ну, давайте немножечко о том, что, скажем так, осталось за кадром, потому что мы уже увидим, я так понимаю, вручение призов для победителей. Да, наша программа предусматривает, так скажем, торжественную часть, в рамках которой мы будем награждать победителей муниципального конкурса «Семья года». Это четыре семьи, различные номинации. Молодая семья, многодетная семья, золотая семья и семья-хранитель традиции. То есть это всероссийский конкурс, и у нас прошел муниципальный этап, и вот победители муниципального этапа приняли участие, и они будут на сцене награждены администрацией города. Ну, насколько, кстати, активно включались, или приходилось уговаривать, вдохновлять, чтобы включались люди? Ну, знаете, уговаривать никому не пришлось, то есть все с удовольствием принимали приглашение, приходили как участники, как и партнеры, поэтому здесь не было уговоров, это точно. Не было такого, да, что нужно было вдохновлять, да, и мотивировать. Да. Давайте, наверное, что-то такого, может быть, важного мы не проговорили в разговоре, а тем не менее зрителям это необходимо просто услышать сегодня. Ну, наверное, я хочу затронуть такую тему, как благотворительность, потому что благотворительный фонд является основной деятельностью этой благотворительности, он является организатором. Темой этого праздника, так скажем, во-вторых, будет являться благотворительность. То есть мы, как организаторы конкурса и как сподвижники благотворительной культуры в нашем городе, мы предлагаем людям поучаствовать в благотворительности, открытой благотворительности. То есть все, если это будут продажи, все денежные средства, которые будут собраны в рамках этого празднования, то есть они будут переданы для детей с инвалидностью, то есть для детей с ограниченной возможностью здоровья. То есть здесь каждого уже будет решение принимать в этом участие, либо нет, но такую возможность мы предоставим. У нас активная акция «Дерево добра» размещена, акция «Добрые открытки», то есть каждый желающий может принять участие. Ну и еще несколько локаций, так скажем, очень интересных, которые будут сюрпризом для горожан. Ну то есть благотворительную культуру все-таки мы продвигаем и будем продвигать, и мы об этом мероприятии тоже говорим. Ну мне кажется, это, кстати, очень важно, да, то есть это не просто праздник, это площадка, да, для того, чтобы действительно проявить себя и проявить вообще свои… Да, при этом все участники, которые принимают участие в концертной программе, либо на локациях с интеграцией с детьми, со взрослыми, они принимают участие совершенно бесплатно. То есть это тоже некий вид благотворительности и привлечения внимания к какой-то теме социальной. Если мы об этом заговорили, все-таки, да, мы начали с этого, вот как раз, я думаю, это та самая финальная точка, которая, наверное, неплохо бы прозвучала. Как вам кажется, Владимир, насколько меняется вообще, появляется ли вообще как таковое понятие, то, о чем сказала Татьяна, культура благотворительности у нас в городе? Есть с чем сравнивать, да? То есть я думаю, что вот вы наблюдаете и работаете с партнерами, да, и… Ну да, она с каждым годом растет. Я вообще являюсь попечителем благотворительных нескольких фондов. С Татьяной мы работаем третий год, да, вот, и я вижу, как увеличивается не только количество партнеров, да, в благотворительных фондах. Даже вот по сравнению с прошлым годом, да, на награждении почетных благотворителей, я увидел намного больше людей в присутствии. Ну и интерес к этому у горожан, как бы, не только стать благотворителями, но и принять участие в благотворительных мероприятиях. То есть не без различных людей, все больше и больше. Чего, в принципе, чему очень сердце радуется, что люди все-таки тянутся к добру, люди понимают, что мы одна семья, все, кто живем в одном городе, да, и стараются друг другу помочь. А благотворительные фонды нам помогают реализовать эту помощь. Поэтому вступайте, не бойтесь, тут не страшно, но делать добрые дела, наверное, все-таки это важно. Это важно, да. Это одна из целей твоей жизни должна быть. Я думаю, нам остается только озвучить еще раз число, время, да, где, когда, и просто, чтобы нас еще раз зрители услышали и приняли участие. Пусть в праздники, да, и просто прикоснулись к этому, может быть, в следующем году они решат стать частью. А может быть, действительно, сразу людям захочется как-то включиться именно в благотворительное направление. То есть тут вопрос выбора. Да, мы приглашаем абсолютно всех, еще раз повторюсь, с целыми семьями, с детьми, с бабушками, с дедушками, на наше мероприятие, которое пройдет 5 июля, это пятница, после рабочей трудовой недели. В 6 часов вечера мы начинаем, до 9 вечера будет все действие происходить. Это будет концертная программа, пенная дискотека, это будет бесплатное мороженое для детей, это будут различные мастер-классы, работа с художников-портретистов, спортивные мероприятия. Также мы готовим большой сюрприз в виде организации, организованной такой большой ромашки, как символа года, которая будет также презентована и представлена нашим гостям. То есть будет всего очень-очень много интересного. Я думаю, что все, что важно у нас сегодня прозвучало, это завтра, 5 июля, в пятницу в 18.00, парк притяжения, приходите обязательно, приходите с семьями, приходите с детьми, с внуками, в полном составе, не в полном, ну, в общем-то, главное, главное принимайте в этом участие. Мы прервемся надолго, на рекламную паузу, дальше у нас в студии будет именно одна из тех семей, о которых мы говорили, которые стали победителями в одной из номинаций, будем разговаривать с ними. Акция в садовом центре «Виктория» Скидка на саженцы гортензии 50%. Спрашивайте саженцы гортензии с 50% скидкой во всех садовых центрах «Виктория». Садовые центры «Виктория» приглашают вас. Телекомпании ТВН требуется водитель категории «БЦ», наличие категории «Д» желательно, без вредных привычек. Знания территории ПАО ММК приветствуются. Обращаться по телефону 8-35-19-33-03-61. Резюме отправлять на почту. Компании собака tv-deficin.mgm.ru Телекомпании ТВН требуется инженер видеомонтажа со знанием программ «Адолл Премьер». Телефоны 330-03-61 и 8-902-862-15-87. Резюме отправлять на почту. Зарядка на телеканале ТВН – источник бодрости и хорошего настроения. Тренируемся дома, ежедневно, на телеканале ТВН в 6.40 и 15.20. Будь активным вместе с нами. Ой, это я? Да. Вау, это я красавица. Супер. Ой, вообще беспокойная. Ничего себе. Красавица. Это я. Жду мужа с работы. Сейчас он зайдет. Хочу посмотреть его реакцию. Красиво. Это я. Вау. О, какая интересная стала. Обалдеть. Преображение в субботу в 19.10 на ТВН. О, какая красивая. Да, преобразили тебя, конечно. Магнитогорская времечка. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 3555-00. Какие у вас есть семейные традиции? Мы спрашиваем у вас, дорогие зрители. И этот же вопрос мы адресуем победителю в номинации. Именно в номинации звучит ровно так же семейные традиции. У нас семья такая веселая, большая, дружная компания. Семья Киртьяновых, правильно я говорю? Напротив меня сидит Николай. Рядом со мной Наталья. Девушка у нас, барышня у нас Татьяна. И рядом посерединке у нас Дмитрий. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ну вот давайте, наверное, начнем с того, как возникает идея. То есть откуда возникло желание. Давайте попробуем. Вообще, как это бывает. А давайте попробуем и примем участие в конкурсе. Я смотрю, конечно же, на Наталью, потому что обычно именно женская половина принимает решение об участии в таких, скажем, конкурсах. Информацию о конкурсе мы узнали от педагогов нашей школы. Дети учатся в школе номер 14. И поступила информация, что есть такой конкурс, и все желающие могут в нем выучаствовать. Мы прочитали, посмотрели, нам подходит номинация «Хранители традиций». С детьми обсудили, да, мы готовы, мы можем, мы вообще активны и готовы везде принимать участие. Дождались нашего папу с работы, задали вопрос ему. Ну, к моему удивлению, он ответил, ну, я не против, давайте попробуем. И так началось наше дело в участии в конкурсе. Николай, чем вас убедили? Скажите, что за аргумент такой прозвучал, что вы сказали, ну, давайте попробуем. Ну, мы же семья. Как пойдешь против семьи? Ну, то есть, когда тут большинство, когда большинство голосует за вас, просто не было вариантов. Скажите мне, пожалуйста, а что нужно было делать? Изначально нужно было сделать текст, написать вообще о наших традициях. Но самое глобальное, нужно было отсканировать все грамоты, которые есть у каждого члена семьи. У нас их много? Вот у Татьяны у нас очень много грамот. Так, давайте, Тань, сколько? Я не считала, сколько грамот. Давайте подключать, да, молодых людей, это у нее у нас отмолчит. Дим, у тебя тоже есть грамоты? Есть. Есть, да, хорошо, ну, хотя бы, за какие заслуги у тебя грамоты? За что? За ИЗО. Так. Школу. Ну, то есть, ты хорошо рисуешь. Да. Еще что ты хорошо делаешь? Хочешь в школе. Ну, ты мой золотой, молодец. Хорошо. Тань, скажи мне, у тебя в каком направлении получается лучше, хуже? Что ты любишь? Давай, наверное, так. Ну, я занимаюсь спортивной аэробикой, мне кажется, это направление у меня на данный момент лучше идет. Тоже занимаюсь рисованием, музыкальной школой и хожу на шахматы. Ну, а тогда про традиции, да, наверное, какие такие вот именно ваши семейные традиции, которые вы, ну, не знаю, передвинутся. Ну, есть традиция, которая появилась вот именно в нашей семье, а вообще все остальные традиции уже взяты из наших семей. Ну, классно, да. Самая главная модель, да, семейных отношений еще была в наших семьях, а потом мы уже создали свою. Рождество. Это один из любимых праздников нашей семьи. Мы его празднуем, уезжая из города в деревню к родителям. У нас такой обычай. Дети с красивыми сумками рождественскими, они ходят по дворам и собирают конфеты, сладости. В общем, их угощают, да, и грецкие орехи, монеты. Потом все это собирается, считается, угощаем друг друга, пьем чай. Вот таким образом. Ну, красивая очень традиция, тем более рождественская, да, это такой семейный, мне кажется, праздник. А скажите, вот, Николай, у вас хранятся игрушки, может быть, с елочной, которые были у ваших родителей, допустим, или, я не знаю, или, может быть, у Наташи. Ну, то есть игрушки, которые нет, нет у вас? Нет, 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 к сожалению. Ну, это я вам накидываю, может быть, раз, может быть, игрушки. Нет, это елочные игрушки не сохранили мы, у нас современные елочки за игрушки, да. И даже современная елка за экологию, она у нас искусственная. Искусственная, да, хорошо. Есть ли еще какие-то традиции, о которых мы могли бы рассказать? Появилась у нас новая традиция в семье, это семейный совет. Вот, если у нас грядет какое-то мероприятие, необходимо что-то приобрести, куда-то уехать или что-то сделать, вечером, за ужином, либо у телевизора мы обсуждаем эту тему. Хорошо. Все ли готовы, все ли могут даже поучаствовать или прийти к вам на телевидение, нужно было этот момент обсудить и урегулировать. Принимаются ли решения от, скажем так, самых юных членов семьи? То есть я понимаю, да, всегда, когда родительское вето, оно обычно такое, как бы, категоричное, да, я так решил. У вас право голоса есть у молодых детей? Право голоса у нас есть у всех, мы туда прислушиваемся. Мы уже тренировки подыгрываем. Да, мы, наверное, больше даже адаптированы к детям, потому что действительно тренировочный процесс у обоих, он достаточно объемный, и нам приходится подстраиваться и по времени, и по дням, больше по тренировке. Приняли решение, есть условия конкурса, вы все это выполнили. Как вы узнали о том, что вы стали победителем, победителем АБИ, и вот, ну, не знаю, наверное, ваша реакция, и вообще, я так понимаю, что все еще только предстоит, да, вы будете выходить на сцену, вам будут вручать, это всегда очень приятно. Да, мы ждем этого момента, это очень интересно. Мы узнали, что мы стали победителями от нашего педагога, который прислал нам информацию о конкурсе. Она написала и сказала, что вы прошли городской уровень, ура, ура, ну, и да, мы тоже были в овациях и остались очень довольны. Не ожидали, не ожидали. А, кстати, ну, или, я не знаю, вам, наверное, известно, неизвестно, вообще большая конкуренция, интересно, была, нет? Или это как-то остается за кадром? Я даже не могу сказать, я знаю, что 4 семьи прошло, да, вот, кто там и сколько нас было, мне неизвестно. Как вам кажется, мы сегодня все-таки говорим не только о каких-то частных вещах, мы стараемся говорить вообще, да, не знаю, о роли семьи, да, о том, насколько это важно. Сегодня очень многое меняется, и психология меняется, многие говорят о том, что семья уже не является, да, и ту функцию, которую она раньше несла, уже как бы все проще, да, то есть если раньше обязательно для того, чтобы люди выживали, да, нужно было обязательно сохранять семью. Сейчас, мне кажется, какой-то другой функционал. Как вам кажется, насколько вообще семья важна в современном мире? Как вам кажется? Я считаю, что семья важна, это 100%, но без семьи никак. Семья – это надежный тыл и опора, это будущее наше. Ну, как вот без семьи? Только в семье дети могут быть. Хорошо, вы добавите, нет, Николай? Нет, ничего. Ясно. Ясно, все хорошо. Большое спасибо, большое спасибо, что вы приняли участие, да, и что вообще, я думаю, может быть, кто его знает, у вас появится еще одна традиция, да, принимать участие смело в конкурсах и побеждать. По-моему, тоже прекрасная традиция. Прекрасная. Будем участвовать и побеждать. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Завтра, я думаю, что мы еще увидимся, и вас увидят зрители, которые придут, будут болеть, рукоплескать, поддерживать вас. Дорогие зрители, мы еще раз вам напоминаем, завтра, 5 июля, в парке «Притяжение» в 18.00, да, если я не ошибаюсь, приходите, принимайте участие, становитесь частью нового замечательного конкурса, вернее, не конкурса, а праздника, который будет теперь, вернее, в этом году проходит в «Притяжении». Мы прервемся с вами ненадолго, посмотрим сюжет и вернемся в студию. Здравствуйте! Здравствуйте! Лада Тимофеевна, Фавел Георгиевич, сегодня у вас дата, поэтому сегодня мы хотели вас поздравить с днем рождения, вам вручить цветы, приветственный адрес, вот, это вам, пожать руку. Лада Тимофеевна родилась в поселке Авзян-Башкирия, Павел Георгиевич в поселке Ишберда Кизильского района. Его отец погиб на войне в 1942 году, и вся ответственность за будущее семьи, в которой было пятеро детей, легла на его плечи. Во время Великой Отечественной он работал пастухом, а после переехал в Сибай, где трудился в карьере. Там и произошла судьбоносная встреча. Любовь к своей жизни он увидел в буфете, где работала Лада Тимофеевна. Я посмотрела на него, ни с кем не дружила до него, и потом на кухню пришла, говорю, ой, девчонки, какой парень был сегодня красивый. А так это Пашка Мартынов. Ну и он тоже, наверное, обратил на меня внимание, и потом на второй раз или на третий там пришел. Пойдем в кино, помню, было сказание о земле сибирской. Я посмотрел на нее вот так. Она так вежливо, культурно, понимаешь, на меня тоже посмотрела. И что-то она мне понравилась. Это, наверное, называется любовь с первого взгляда. В свадьбу Павел Георгиевич и Лада Тимофеевна сыграли 1 мая 1949 года. А уже в августе Павел Мартынов ушел в армию, служил в Германии и все заработанные деньги бережно откладывал на будущее. Разлука длилась три года. После службы Мартыновы возводили свой дом. Лада Тимофеевна работала экономистом, а Павел Георгиевич – инженером-строителем. В Вагнитогорск они переехали уже после того, как вышли на пенсию. Я вот на него за все годы ни разу голос не повысила, даже не поверите. Если что-то мне не нравится, я потихонечку скажу, он поймет, и он говорит, до меня это лучше доходит, чем какая-нибудь лайка. Семья Мартыновых заложила прочный фундамент своего счастья. У супружеской пары трое детей и шестеро внуков. Магнитогорское времечко. Мы работаем в прямом эфире. У нас в гостях Юлия Шнайдер, начальник отдела ЗАГСа администрации Арджиенкидзовского района. Сегодня мы с вами будем говорить о том, в каком графике вы работаете, насколько для вас важен этот праздник. А сейчас у нас есть дозвонившаяся. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Галина, я хотела рассказать о своих традициях. Мы любим собираться со всей семьей. Сколько у вас? Большая ли у вас семья? Ну вот, сорвалась у нас, видите, Галина. Мы только начали рассказ. Юля, скажите, пожалуйста, праздник, да, вот он вроде как бы и появился, это совсем недавно, но первые годы очень активно включились молодожены, да, и мне кажется, они как-то так привязывались к этой дате. Меняется ли что-то сейчас в графике или нет? Или вы работаете в штатном режиме? Мы, конечно же, работаем в штатном режиме. Единственное, что, конечно, очень много запросов сейчас на регистрации браков именно на 8 июля, потому что действительно эта дата для многих наших российских семей становится очень значимой. Ну, я там, вы знаете, я прочитала тоже, когда готовилась к эфиру, Юля, прочитала, что даже уже и какие-то, ну, мы быстро, да, обрастаем какими-то приметами, что если в этот день, то и брак будет крепким, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Как вам кажется? Ну, наверное, это хорошо же, да, когда мы немножко, может быть, где-то даже сами додумываем, но тем не менее, когда праздничная дата, тем более она же связана с праздником, ну, со святыми именно праздником. Я очень на это надеюсь, и, конечно же, мы рады тому, что в Российской Федерации у нас появляются новые какие-то традиции, которые действительно становятся достаточно значенными. По числу давайте, может быть, мы поговорим как-то. Давайте. Давайте, да, давайте. Я небольшую статистику подготовила, и хотелось бы отметить, что в сравнении с прошлым годом у нас количество регистраций брака увеличилось. В прошлом году у нас по нашему отделу ЗАГС было 264 зарегистрированных брака, в этом году у нас уже 312. И я понимаю, что мы летний период только начали, и в дальнейшем у нас очень много будет интересных дат. То есть у нас будет 24-е, 08-е, 24-е, 07-е, 24-е, и в эти даты у нас уже полная загрузка, скажем так. И мы будем работать в усиленном режиме, учитывая, что у нас две площадки для регистрации брака, и в отделе ЗАГС мы регистрируем наши молодые семьи. И на выездной площадке у нас есть красивая площадка, дворец Арджиникидзе, куда мы также приглашаем всех наших молодоженов. Ну, конечно, это оптимистично звучит, да, когда мы слышим, как меняются цифры, и меняются они в плюс, когда мы говорим о браке. Разводы. Меняется ли здесь картина, или она остается ровно такой же, как и в прошлом году, Юля? Примерно то же самое. В этом году чуть-чуть поменьше мы зарегистрировали расторжение брака. Есть небольшая вероятность того, что этот год у нас объявлен президентом Российской Федерации, годом семьи. И мы действительно в этом направлении работаем. Я, конечно же, когда приходят молодые люди, которые подают совместные заявления на регистрацию расторжения, конечно же, пытаюсь всячески отговорить, потому что, ну, может быть, какая-то ситуация, которая просто еще не обговорена между молодыми людьми. А может быть, что-то совсем незначительное вызвало обиду, и вот пришли... Это тоже бывает, Юля? Бывает. Бывает, да. Ну, то есть сгоряча, да, решение, которое принято сгоряча, наверное. Да, да. И поэтому есть, естественно, такие случаи, причем достаточно много в последнее время, когда не приходят на совместное расторжение брака. Вообще, как вам кажется, Юль, вот в эту сторону, именно когда мы говорим о некой государственной политике, да, государственной опеке этого направления, оно может поменять? Или все-таки это такое, ну, скажем, как это частные дела, да, и вот насколько они решаются в частном порядке, вот так оно и будет? Или все-таки вот когда государство обращает внимание и много делает в эту сторону, это тоже влияет на такие процессы, как казалось бы? Мне кажется, очень влияет, да, потому что сейчас государственная поддержка действительно очень хорошая. Очень хорошее пособие сейчас у нас есть, выделяется государством для поддержания семей многодетных, семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для молодых тоже, да? Для молодых семей, конечно, ну, опять же, льготная ипотека, да, для молодых семей. Я считаю, что в этом направлении государство работает очень хорошо. Ну да, мы если начинаем говорить, да, то сразу вспоминаем там цитату, да, лодка любви разбилась обытой. Мне кажется, государство делает все, чтобы лодка любви разбивалась обыткой, можно реже, скажем так, да? Мне тоже так кажется. Когда мы говорим о мероприятии, конкретно привязанном, там, ну, вот к этому дню семьи, любви и верности 8 июля, ну, мы имеем в виду, что это вот один день в году. Ну, кроме этого, весь год. И у вас, ну, там очень много разных мероприятий. Юля, да, то есть говорить о некой загруженности в один день не стоит, потому что весь год это мероприятие одно сменяет другое. Давайте, наверное, об этом тоже. В этом году у нас, как никогда, очень большие, масштабные были события, да, начали мы этот год в Москве на ВДНХ. У нас была регистрация брака участников СВО. Челябинская область регистрировала на выставке, регистрировала браки участников СВО. Затем были масштабные мероприятия там же на выставке ВДНХ в Москве. Массовая регистрация брака. Челябинскую область представили три семьи молодые, которые зарегистрировали. Одна семья была из города Магнитогорска. Невеста была у нас в красивом наряде. Медная гора хозяйка была. Очень красивый был костюм. Божественный такой, да, персонаж был? Да. Затем у нас был бал в Челябинске, который организовывал Государственный комитет по делам ЗАГС. Семейный бал. В общем, у нас не так давно прошла массовая регистрация брака в городе Магнитогорске. Мы провели, зарегистрировали четыре молодые семьи. Было безумно прекрасное, красивое, нежное, душевное мероприятие, в котором приняли участие Сергей Николаевич Берников и Людмила Викторовна, председатель Государственного комитета, которая привезла к нам в город огонь, который был зажжен именно в первый месяц работы выставки. То есть это как некий такой скрепляющий символ, да? Да, и мы раздали частичку этого огня нашим новым молодым семьям. Ну вот казалось бы, кстати, мы разговаривали об этом, Юль, насколько молодые, ну включаются когда, например, не индивидуальная регистрация, а, например, несколько, да? Осторожно, наверное, или по-разному бывает? Вы знаете, в прошлом году у нас не состоялось это мероприятие. Правда, ну то есть так, да? В прошлом году не состоялось. В этом году, благодаря нашим молодым, это мероприятие состоялось, и, вы знаете, оно получилось очень хорошее. Вот прям очень душевным, очень красивым. И затем я, естественно, попросила обратную реакцию у наших молодых семей. Да, да, насколько иллюзия, он комфортный. Вы знаете, все были в жутком восторге. Юль, как бы то ни было, да, мы говорим о каких-то частных вещах, но, тем не менее, вот такая красной нитью проходит разговор, конечно же, о семье. Насколько для вас, есть ли у вас семейные традиции? Мы задаем сегодня и зрителям, и каждому гостю, кто сегодня здесь, есть ли у вас семейные традиции? И насколько, я не знаю, вот семья как опора остается, вот скажем, таким важным базисом в нашей жизни? У нас, именно вот в моей семье семейные традиции, это, естественно, празднование дней рождения. У меня супруг, двое детей прекрасных, и, конечно, мы очень ярко и красочно празднуем наши дни рождения. Потому что каждый человек до определенного возраста, возможно, очень хочет, чтобы его мероприятие запомнилось прежде всего ему. Поэтому вот, естественно, я всегда праздную с семьей Новый год. Это вот тот праздник, когда необходимо быть вместе всем. У нас, благодаря моему супругу, большая дружная семья, и вся семья разбросана по всему миру. По всему миру, да. Да, там и Канада, и Израиль, и Украина, и Россия. И раз в пять лет вся вот эта большая семья собирается в Подмосковье. Там есть прекрасный дом загородный. И вот мы вот этой большой семьей все там собираемся. И, естественно, мы общаемся, естественно, обмениваемся своими лучшими событиями. И это очень прекрасно. Ну, мне кажется, тем более, знаете, как бы в современных реалиях это очень ценно. Это очень ценно, когда для людей гораздо важнее, чем, не знаю, чем какие-то внешние обстоятельства, да, остается вот то, о чем мы говорим. Любовь, да, семейная какая-то, не знаю, семейные привязанности, основы основ, скажем так. Да. Вот, Юль, спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы, не знаю, вдохновляете, может быть, молодоженов, да, которые к вам приходят где-то, да, сомневаются. Мы очень стараемся. Когда вы разговариваете с людьми, которые сомневаются и как-то даете, наверное, шанс подумать. Не случайно, всегда было так, да, что вы пришли один раз, вам говорят, идите еще раз подумайте, да, еще, еще. Ну, и, конечно же, спасибо за то, что вы сохраняете семейные традиции. Это тоже очень важно. Спасибо. Мы стараемся. Спасибо большое. Будем стараться дальше. Дорогие зрители, вы помните о том, что праздники впереди, выходные, вы их можете провести интересно, и самое важное, вы их проведите со своей семьей. До скорых встреч. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова